В Перми произошло частичное обрушение конструкции пятиэтажного общежития. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал, но потребовалась эвакуация более двух десятков человек. Причиной эвакуации стало обрушение стены, перекрытие между первым этажом и подвалом. На площади около 36 квадратных метров, в районе общедушевой и прачечной. О том, что эти стены, если ничего не предпринимать, рано или поздно рухнут, знали, пожалуй, все местные обитатели. Вот такой сюжет телевидение «Ерефей» сняло в этом доме еще год назад. Трещать по швам здание начало в январе 2023 года. В первых числах месяца в подвале произошла коммунальная авария. Порвало трубу отопления. Добиться оперативного устранения не удалось. Ремонт затянулся на две недели. Все это время кипяток подмывал фундамент здания. Две недели вода пила под фундамент, вот именно что под фундамент дома. И вот в феврале месяце уже люди стали жаловаться, что в душе появились трещины. Эти трещины начали расширяться. Первые трещины появились в прачечной, которая находится как раз над местом порыва. Затем треснула душевая комната. На дефекты в несущих конструкциях были установлены маячки. На сегодняшний день большинство из них разрушено. Трещины появились в помещениях на всех этажах. Однако дом не признан аварийным. Сотрудники инспекции государственного жилищного надзора дважды проводили проверку. В мае обнаружили многочисленные повреждения в перегородках и перекрытиях. Выдали предписание управляющей компании устранить нарушения. В ноябре комиссия пришла повторно. Улучшения ситуации не заметили. Здесь вины нашей нет. Предписания у нас еще не закончили сроки исполнения. Так что у нас есть очень еще много времени. Оптимизма коммунальщиков жильцы общежития не разделяли и продолжали бить во все колокола. В январе этого года соответствующие жалобы писались в Министерство жилищно-коммунального хозяйства края. В апреле инициативная группа от лица всех жильцов подавала в суд, требуя признать дом 1967 года постройки аварийным. Но иск проиграла, поскольку здание в целом считается исправным, за исключением нескольких дефектов. Люди в квартирах треск слышат каждую ночь. Страшно, конечно. Страх общежителей стал реальностью сегодня утром. К счастью, при частичном обрушении конструкции никто не погиб и вроде бы даже не пострадал. Единственного вынесенного на носилках мужчину спасатели называют маломобильным гражданином. Мэр Перми Эдуард Соснин пообещал расселить общежителей в мобильный фонд. И тут же поинтересовался у главы Свердловского района, сколько помещений мобильного фонда у того есть в районе. Глава ответил, что 40. Но это во всем городе.